Время близится к экзаменам и поговорить с образованием. Я думаю, что это очень важно и нужно. И прямо сейчас с нами на связи Ренарт Кутковский, начальник управления образования администрации Ялты. Ренарт, доброе утро. Доброе утро, уважаемые коллеги. Доброе утро, телезрители. Доброе утро. Хотелось бы узнать, какая же ситуация сейчас стоит в столице Южной полуострова с дистанционным обучением. Уважаемые коллеги, дистанционное обучение идет в штатном режиме. Мы уже готовимся к завершению. 22-го числа у нас пройдет по городу последний звонок. Он также будет в онлайн-режиме. Ну а сегодня все образовательные учреждения заканчивают учебный год, готовятся к проведению педагогических советов, где будут аттестованы наши обучающиеся. Подскажите, пожалуйста, выпускникам 11-х классов. Нужно сдавать, наверное, сейчас на их такой сложной дороге первый сложный экзамен. Как будет проходить именно экзаменационная часть? Как этот процесс будет выглядеть? Хочется отметить, что к экзаменам мы подготовили наши пункты проведения экзаменов, то есть пункты ПП. Но вчера Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым провело обширное совещание для руководителей органов управления образованием. И было отмечено, что в 9-х классах экзаменов не будет. То есть оцениваться будут дети получат итоговые оценки по итогам 4-х четвертей. А в 11-м классе ЕГЭ, соответственно, детки сдавать будут только в том случае, если желают поступать выше учебное заведение. То есть, по сути, если ребенок планирует поступать в среднее специальное учреждение, и ему не нужно сдавать единый государственный экзамен, то в этом году он будет необязательный. Но, тем не менее, мы ждем официальных писем Министерства образования, чтобы соответственно это внедрить. Вот еще очень интересный вопрос, который лично меня, как минимум, интересует. Подскажите, пожалуйста, снизился ли уровень обучения из-за дистанционного обучения? Или он остался таким же, как когда ребята ходили в школу? Или он, возможно, вырос? Спасибо за вопрос. Но что бы хотелось отметить. Мы сегодня видим в целом статистику по городу в плане оценивания. И следует сказать, что у многих родителей и детей включился так называемый синдром отречника. То есть у нас очень много пятерок. И, по сути, в ходе дистанта дети получают, скажем так, высокие, хорошие оценки. И четвертая четверть у нас значительно повысилась. То есть мы видим, что реально родители стараются помогать детям, дети реально учатся. И, соответственно, по Ялте мы можем смело сказать, что система оценок на порядок выше, чем была при очном обучении. Но, с другой стороны, мы также должны понимать и качество образования. Конечно же, подготовить качественный онлайн-урок – это главная задача. Но, тем не менее, обычный урок, урок в стенах школы, ничего не заменит. Конечно, мы это понимаем. И отсюда хотим задать следующий вопрос. Уроки длятся также 45 минут, потом учителя отпускают на перемену в 15 минут, переключаются, выходят другие учителя. Или как это происходит? Ну, коллеги, здесь следует отметить, что есть нормы с Анпиной. Проводить онлайн-урок, то есть урок с помощью веб-камеры и так далее, можно не более, ну, в зависимости от класса, от 15 до 25 минут. Остальная часть урока – это идет более самостоятельная работа непосредственно самих учеников. Учитель здесь в плане творчества, он свободный, птица в свободном полете. То есть создать свой дистанционный урок каждый учитель может с учетом своих наработок, профессиональных наработок и так далее. Но нормы с Анпиной четко регламентируют непосредственно работу перед камерой, перед телевизором. То есть не более того времени, которое я сказал. То есть для начала 15 минут, средняя школа 20, и старшая школа 25 минут. Спасибо большое, что вышли сегодня с нами на связь. Мы напоминаем, что в гостях у нас был Ренарт Кутковский, начальник управления образования администрации Ялты. Говорили о ситуации с дистанционным обучением в южной столице полуострова.